Привет, это Planet Crafter и мы продолжаем строительство новой базы. В прошлой серии мы уже начали это делать, вот такая замечательная башня. Кто-то уже писал в комментариях, что она на какую-то башню из фильма похожа. Кто-то писал, что эта башня... Ну, короче, всем нравится башня. Особенно понравилось, как она светится ночью. Обязательно нужно будет подсветочку сделать, либо окна сделать в этой башне, чтобы все тоже подсвечивалось. И будет красотища неописуемая, необъятная. Так, к чему мы возвращаемся? Я вначале хотел запустить две ракеточки, по-быстренькому. Так, хоп, шлёп и полетели. Мы снова здесь, на этой замечательной площадочке, дамы и господа. И сегодня у нас случится запуск ракеты с растениями. Вот такая вот ракеточка. Мы уже сто пятьсот раз их видели, скукотища. Но сегодня у нас будет замечательный эксперимент. Запускаем ракету, делаем еще одну. Давай, давай, а, нет, стой, подожди, не запускайся. У меня суперплав кончился, чёрт. Капец, обосрался. Придется еще одну ракету запускать. Ну ладно. Ну ладно, повторно торжественную речь я произносить не буду. Я просто беру. Опа, ракета есть. Теперь нажимаю запуск и резко делаю вот так вот. И пока это не взлетело, надо запустить другую. Или не надо запустить другую. Так, она летит, летит. Смотри, она цепляется. О, божечки, две ракеты зацепились. Но нужно, чтобы одна улетела. Для этого нужно запустить вторую. Запускаем второй. Так, они ждет обе. Красота. И сейчас они где-то бомбанут, короче. И накрыли все мои две ракеты. О, личиночки. Необычную заберем. Мне приколы, что личинки могут появиться где угодно. Не важно. Даже если это не земля. Зеленошечка. Хорошенечка. Ну все, значит, растительность у нас поднимается. Мы это сделали для того, чтобы наконец-то у нас в кое-то веки появились вот эти вот фермы бабочек. Очень хочется на них посмотреть. У нас уровень растительности 1.38кт. Нужно 3.25кт. Короче, это будет, когда я уже постарею. Ну а мы наконец переходим к моей важной миссии. Сделать здесь отличные домища. С чего начнем? И мы, конечно же, перенос вот этих вот всех. Хотя их вовсе нужно разобрать. Просто вот так вот разбираем. Они тут нафиг не сдались. Мы их сейчас все на улице вытащим. Опс. Кажется, у меня есть кармашечек. Что-то повыпадало. Мы их перетаскиваем на улицу. Где-нибудь. Ну, например, вот здесь вот их бомбануть. Им тут будет замечательно. С нагревателями. Ну вот, смотри, как они здесь вписались. Как надо. К тому же, эти генераторы тепла еще мощнее, чем стояли у меня в доме. Значит так. Первый этаж у нас полностью будет просто забит под работу, под лабораторию и прочую всякую пургу. А вот на втором этаже мы будем тусить. Кайфовать и отдыхать. Блин, походу я обломался. На второй этаж я... Я что, второй этаж не могу сделать, что ли? Из-за того, я не могу сделать второй этаж, потому что здесь башня стоит. Хотя, по идее, она сюда вроде как и вписывается. Что-то какие-то непонятные у нас тут. Во! Во-во-во-во-во-во! Получилось! Наконец-то! Да! Второй... А что это за дырка здесь? Я не понял. Ха-ха-ха! Дырявый мой контейнер. Самое, что беспонтово, это то, что нельзя поставить вот эту лестницу на второй этаж. Чтобы не нужно было подниматься вот по таким лестницам. Это вот... Стой! Самый отстойный отстой. Ну, короче, мы просто поднимаемся. У нас здесь вот, пожалуйста, есть вот эта вот комната, зона отдыха. Здесь мы тоже ваткнем стекло и будет красотища. Кстати, прикольно тут смотреть через стеклянный потолок, как падает метеорит. И на свою величественную башню. Но не отвлекаемся. Значит, здесь у нас будет рабочая зона. У нас будет огромная куча здесь сейфов стоять. Ну, все. Мечта сбылась. Огромная комната с хранилищем. Просто опупеть. Сколько здесь ящиков. Теперь у меня все влезет. А если не влезет, я здесь еще второй ряд влуплю. И будет у меня камбельфо. Давненько мечтал сделать себе прозрачный пол. И сейчас это возможно. Вот так вот. Мы сохраним концепцию нашей лаборатории. Потому что здесь, видишь, прозрачные стекла на потолке. По-моему, это я даже делал. Или нет. Но не важно. Зато теперь у меня будет это везде. Во. Пойдем поднимемся наверх. А! А че? Блин, мне и здесь придется еще сделать прозрачный потолк. Кстати, смотри. Здесь вроде бы как ничего не просвечивается. Когда с улицы мы видели, что просвечивается. Вон, гляди. Отсюда дырки прям хорошенечко так видны. Недоработка, недоработка. По кругу. Одни дырички. Ужас какой. Че у меня получается? Здесь двойные стекла будут, да? Раз. Здесь у этого корпуса стеклянный потолок. А там пол у меня не стеклянный. Поэтому нифига ничего не видно. Окей. Исправим эту ситуацию. Во! Во! Правда, тонировочка легкая появилась какая-то. Но да пофиг. Мечта идиота сбылась. Теперь я смогу смотреть сверху вниз на свои хоромы. Либо наоборот снизу вверх. Тут все тоже хорошенечко видно. Единственное, я бы, наверное, теперь вот эту лесенку перенес бы немножечко куда-нибудь в уголок. Чтобы она тут прям совсем уж не мешалась. О! Нормуль. Насчет телепорта вышки моей. Надо попробовать замутить. Сперва давай попробуем замутить здесь. Че, неужели? Да. Мечта идиота не сбывается. Потому что он ставится только на улице. Этот сраный телепорт. Но есть у меня идейка. Если мы его сейчас на крышу сюда лупанем. Да, на крышу можно. Значит, идея у меня такая. Мы поднимаемся с тобой на эту крышу. Прямо на самую крышу-крышу. И ставим там телепорт. На этой смотровой площадке. И нужно будет тогда здесь сделать этот еще. Ограждение. Ну-ка. Вот, да. Здесь телепорт встает как надо. Прямо вот в эту дырочку втыкаем. О! И у меня электричество кончилось. И теперь я могу сделать вот так вот. И я внизу. Ха-хей. Круто. И отсюда даже не видно телепорт. Ну и здорово. Ну и шикарно. Получается, что у меня нет электричества. Нужно больше энергии. Что там нам для этого нужно. Что там нам для этого нужно. Вот что. Электричество сейчас у нас будет. Блин. Чуть в будку с телепортом не залетел. Поставлю я, значит, электричество где-то здесь. Вот тут вот он стыкается. Во! Все у нас теперь есть. Блин. Надо будет в телепорте переименовать вот это вот значение в крышу. Сейчас замутим. Не беда. Крыша. 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 Не. Надо написать, знаешь, что такое. Люкс. Да. Пусть это будет просто люкс. Офигенно. И, конечно же, нужно здесь все оградить. Оградить. Чтобы мы с крыши не падали. Ну что-то как-то тут плохо ограждается. Слушай. Давай вот так вот поставим. Ну, короче, типа. Типа. Не важно, что у меня тут как-то вот так вот все стоит. Но техника безопасности соблюдена. Не важно, что тут есть дырки, через которые можно свалиться. По-другому никак. По диагонали не ставятся эти оградки. Оградки, извините. Ограждения. Оградки в других местах. О! Кривая. Ну и пусть. Ладно, нет. Надо убрать. Надо переделать. Почему она тут крива? Ну, теперь, типа. Это настоящая смотровая площадочка. Давай спустимся вниз. Посмотрим с дома, как это все выглядит. Эти ограждения. Ограждения. Убого, конечно. Но я знаю, как закрыть вот эти части. Мы туда поставим вот такие вот лампы. Или вот такие лампы. Какие бы лампы туда воткнуть. Просто смотри. Вот эти лампы, которые... Вот такие вот. В них можно... Ой, я вздыхаю. Подожди. Кислородику бахнем. Занюхнем. Так. Водички. И надо пожрать. Пожрать. Сейчас на огород сбегаю. Там же есть еда. Мы давненько с тобой не были на огороде. Надо бы там все пособирать. Вот они посоленки мои. Ух, как хорошо. Огород-то растет. Баклажанчики. Прям красотища. Все это сжираем. Возвращаемся к лампочкам. Значит, смотри. Вот в этих лампочках можно любое освещение поставить. И будет красиво. А есть еще одна лампа. Куда я только ее воткнул. Не помню. Куда же я лампу-то воткнул. Вот она, эта лампа. Тут, по-моему, тоже можно освещение доменять. Да. Так, я даже без понятия. Блин, какая бы будет... Ну, да. Надо обе поставить и посмотреть, что лучше. Сейчас мы их поставим здесь. И посмотрим, как это все будет красиво светиться. Или не будет. Значит, здесь у нас освещение будет какое. Давай, типа, зелененькое. У нас же озеленение планеты. Все дела. А здесь мы поставим. Будет вот такая вот здоровенная. А, ну тут видишь, что? Здесь только если на себя поставить. Можно, конечно, развернуть. Но тут лучше... Да, пускай смотровая площадка освещается тоже, как бы. Пускай это будет красиво. И тоже зелененьким вот так вот сделаем. Вот. Посмотрим, в какую сторону лучше. Либо сюда, либо туда. Блин, ну вообще... Я гений. Осталось только дождаться ночи. Переходим к остеклению нашего второго этажа. Потому что оно обязательно должно быть. Я не хочу жить в закрытом пространстве. Лучше в аквариуме, чем в коробочке. Все равно здесь людей нету. Глазеть некому на меня. Голожопенького. Поэтому вот так. Ну, гляди. Ну, здорово же. Ну, офигенно же получается. Осталось только еще крышу тоже стеклить. Я бы, знаешь, что еще, наверное, сделал. Я вот это вот, конечно, не продумал. Выход на террасу. Нужно обязательно где-то сделать двери. Например, вот здесь вот. И вообще, я тут смогу ходить. Правда, вот тут спотыкаешься вот эту всякую фигню. Лобудень. Надо было ровную крышу делать. Почему не сделали ровную крышу? Вот какие-то выбуины тут. Эх, не продумал разработчик, что я буду террасу строить. Ну, короче, смотри, какая красота. Вот здесь вот у меня будет спальня. Здесь у меня будет вот эта комната с рабочим столом. Компы будут стоять. Так, ладно. Пора уже здесь что-нибудь поставить. Значит, кроваточка двухместная. Большущая. Вот такая вот замечательная. Мы ее поставим вот здесь вот у уголка. Или нет, лучше посерединке давай. Вон она какая красивая. Жалко спать я здесь на ней не умею. Конечно же, нужно диваны поставить. Они будут у нас здесь стоять. В этом уголку. О, вроде ровненько. Нет, чуть-чуть скосил. Ну, ладно. Ладно, не страшно. И здесь вот будет у нас... А, туда столик не втыкается. Эх. Ну, пусть будет тогда... Вот так. Пусть вот так стоит. Короче, наступила ночь. Выглядит это все вот так примерно. То есть, вот этот вот фонарь, который столбиком стоит, он прикольно так освещает. А вон тот фонарь, он нифига не прикольно освещает. Получается, что мы вот этот фонарит заубираем отсюда. И ставим вот такенный. И пусть он светит тоже зелененьким. Во. Должно быть красиво оттуда смотреться. Также у нас открылись коробочки с бабочками. Мы их ставим или крепим. Может и прикрепим лучше. Вот здесь вот. Вот такая красота. Сюда нам нужно просто бабочку. А можно личинку какую-нибудь просто? Нет. Личинку не получится. Тогда бежим в нашу лабораторию. У меня тут лежат где-то вот пенги. И есть обычные красные бабочки. Сейчас обе поставим. Посмотрим, какая лучше там будет в этой коробочке смотреться. Значит, вот. Вот такая. О! Красиво. А красная есть ли? Так, красная. Хм. Давай, наверное, красная. Потому что белая будет сливаться здесь со всем белым. Теперь рабочие столы. Они будут у нас вот здесь вот стоять. Раз рабочий стол. И два рабочий стол. Красиво, красиво. Осталось кресло еще сюда воткнуть. Вот так вот. Обаньги. Ну и компами тут все обвешать. Но, конечно, компами навряд ли тут что-то получится. Потому что здесь зеркало. Но надо попробовать. А, их можно прямо на рабочий стол поставить. Слушай, ну хорошо. Значит, мы их сделаем как? Один сюда ставим. Другой ставим вот так вот. Ну че, как тебе мой рабочий стол? По-моему, смотрится кошерно. Столько мониторов. Везде в радиусе действия не обнаружены антенны связи. А, сюда антенну связи. Еще нужно приторобонькой, чтобы работала почта. Но все остальное у нас здесь работает. И картография тоже отлично показывает все четко. Антенну вот эту здоровенькую махину придется перенести. Может на крышу? Хотя на крышу она навряд ли там где-то воткнется. Крыша, крышулечка, ты вместишь еще антенну? Расскажи нам. Короче, антенну здесь негде ставить. Потому что маловато места для нее. Ладно, че, тогда поставим на земле. Че нам, ты подумаешь. Антенна, да антенна, она везде будет работать. Здесь есть самое АТО. Проверяем, почта работает. Да, почта работает, сообщение приходит, все как надо. Вот здесь я поставлю свой стеллажик. С золотыми медалями. Если так можно выразиться. О, красота какая. О, и стержень красный посредине. Нормально пойдет. Теперь, конечно же, в доме должны быть растения. Нужно горшочек, цветочек посадить. Может быть даже, жалко на стол, конечно, этот горшочек нельзя поставить. Где у меня будут цветы? А давай, может, посередине вот так вот здесь вот и поставим. Белые растущие цветы. Ох, красота. Нормальненько. Ну и как тебе моя комната здесь? Уже смотрится, да? Уже неплохо. Главный экран терраформации. Поставим его вот здесь вот. Пусть отображает нам все. И здесь, с этой стороны, мы поставим экран прогресса. Во. Ну че, вроде бы вообще неплохо. Чутенько все. Там че-то, кстати, падает. Пойдем с террасы выйдем, посмотрим, че там, кто летит. Че падает? Я не понял. Я не понял, че это тут на мою взлетно-посадочную ракетную площадку прилетело. Это че? Сера! Нифига себе, сера с неба сыпется. Она мне, кстати, очень нужна. Надо бы пособирать. Вот это дельно. Это очень хорошо. Сера есть тут еще? Сера. Сера, ты где? Моя ушная сера. Вон, еще летит. Блин, но я никогда не видел, чтобы отдельно сера падала. Вон туда рухнуло. Бежим туда. А, нифига себе, это сера падает вместе с осмем. Тогда понятно, почему небо в си не окрасилось. Ну что, пришло время демонтажа вот этого дома. Но сперва нужно все демонтировать внутри. Начну, конечно же, с вот этих вот замечательных... А, подожди, надо семечки забрать. С вот этих вот замечательных производителей продуктов, которые меня питали. Которые давали мне еду. Извините, дружище, но ваше время все. Оно того. Кровать разбираем. Что у нас здесь? У нас здесь полный сундук. Да, с ним чуть позже разберемся. Идем сюда. С производителями продуктов у нас все прошло успешно. Вот эту штуку тоже надо демонтировать. Идем на второй этаж. Что-то у нас еще? У-у-у, у нас тут вот такое вот оборудование дорогостоящее. Все это разбираем. Главное, чтобы хватило места. Ага, его хватило. Теперь лесенки убираем. Вот так. Выбираемся. А, подожди, а если я начну разбирать изнутри? Забавно. Как это все смотрится? Вот это тоже убираем. Стенки прямо перед тобой появляются. Ха-ха, забавно. Ну вот. Почти закончили. Так, а вот эта штука, она так и останется тут висеть. Сейчас посмотрим. Ну да, все в воздухе висит. Лесенку мы теперь здесь убираем. Она нам не нужна. Маячок разбираем. Коллектор атмосферной воды ранит. Не можем разобрать, надо с ним воду слить. Сейчас сольем. Есть. Теперь можно разобрать. Ну что, в моем старом доме остались только сейфы, хранилища, в которых куча всякого барахла. И это барахло нужно перевезти в новое жилище. Это будет сейчас самый гемор. Я тебе хочу сказать, что это еще не все хранилища, екеть, колотить. Наколотил тут за свою скромную жизнь целую кучу этих хранилищ. Еще и тут вон ящики есть. Но тут с ценным барахлом... О, вот это уже можно разобрать, смотри-ка. Пока тут занимался строительством, уже все ресурсы истратил. Ну и раз у нас начинается переезд вот этих вот хранилищ, нужно заняться нудятской работой. А именно, переименованием шкафчиков. Здесь у нас будет железо. Здесь у нас будет кобальт. Пока я занимался тут переездом, у нас открылась личинка бабочки Люкс. Ух ты, что, круто теперь у меня еще. Но она тоже делается из редкой личинки. Но если я ее смогу вывести, то получу плюс 500% множителю насекомых. Ну вот и пришло время расширять мое хранилище. Потому что вот этого всего мне маловато. У меня на каждый ресурс есть по два ящика. И они уже некоторые забиты под завязку. Поэтому мы делаем что? Мы делаем настоящий лабиринт из хранилищ. Ну вот что-то типа этого я хотел сделать. И наконец-то реализовал. Тут я не буду ничего застраивать, это будет проход. Как бы, вроде бы неплохо получилось. Ну вот и все, мой старый дом, который меня оберегал все это время. Пришло время тебя разобрать. Я полностью все отсюда перевер... А, нет, не все. А, ну тут уже все можно разобрать. Теперь точно все. И я, пожалуй, это сделаю вот отсюда. Торжественно объявляю, что переезд закрыт. Ну вот, смотри, какая чистенькая поляночка. Правда, тут травы не растет. Надо тут что-нибудь посеять потом. Осталось только торжественную табличку здесь прицепить. Можно даже сверху. Вот так вот. И написать, что это мой дом. Потому что это реально теперь мой дом. Пойдем еще раз прошвырнемся. Я тебе покажу, что кого. Здесь у меня лаборатория. Здесь у меня выращивание насекомых. Шелка, пряд. Здесь у меня огромное хранилище. Вот такое вот. Ходишь здесь, бродишь, выбираешь, что тебе нужно. Как я давно мечтал. О таком хранилище удобном. Это просто абзац. Ну и, конечно же, смотровая площадка. А, нет, подожди. Комната. Моя комната. Здесь куча компов. Куча всего. Даже бабочка теперь висит красивенькая. Моя кроватка. Экран терраформации. Цветочек. Возможно, в будущем я побольше цветов здесь поставлю. Витрина с моими достижениями. И ряди, конечно, здесь не очень смотрится. Надо будет его потом заменить на что-нибудь. Мой рабочий стол с компьютерными экранами. Здесь все, что мне нужно. Стульчик удобненький. Из ткани, которые сделали мне шелкопряды. А теперь лезем наверх. Да, надо будет еще сюда телепорт перетащить поближе, чтобы вот этой вот ерундой не заниматься. Вот мы наверху. Сюда можно будет тоже что-нибудь поставить. Наверное. Ух, какая красота. Ну, ты только посмотри, чего мы здесь достигли с тобой. Куча всего. И бабочки даже отсюда видны. Ну, а теперь еще выше сбираемся на нашу смотровую площадку. Откуда невозможно упасть? Да, вот так вот она выглядит. Ну и, собственно, телепорт. Давай теперь телепортнемся домой, где раньше он был. И телепорт этот я перетащу уже туда поближе. В общем, как-то вот так вот. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео. Подписываться, если ты еще не подписан. Подписываться на Яндекс.Дзен. Ссылочки в описании, если что. Туда дублируются все ролики с Ютуба. На всякий пожарный. Ну, а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи. Продолжение следует.